Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, Роман. Вы так долго меня сейчас представляли. Я вспомнила, как утром муж позвонил в офис. Секретарь в очередной раз его не узнала и спросила, как вас представить. Он сказал, представьте меня голым и в галстуке. Понимаете, теперь, когда я слышу длинные такие вот представления, это, конечно, приятно, но я вспоминаю эту шутку. Смотрите, у нас сегодня такая достаточно интересная тема, очень близка она нам для нашей профессии. Вы уж, поскольку мастер в нашем таком ремесле непростом, мы говорим сегодня о риторике. Во-первых, как она влияет на слушателей. За кадром и вне эфира мы узнали от вас, что есть и такие определенные подтексты в этом мастерстве, то есть есть и какая-то манипуляция даже бывает, да, то есть мы можем как-то влиять на нашу аудиторию. В общем, все нюансы хотим сегодня от вас разузнать и услышать. И как это можно применять не только в эфире, но и в жизни, конечно. Конечно. Многие наши слушатели слышат слово риторика, думают, что это такое, о чем речь. О чем, собственно, речь? Специалист просто от Ломоносова, вот что-то сейчас нам... Да-да-да, какая-то такая сразу ассоциация возникает, что-то такое две с половиной тысячи лет назад, где-то там зародилось в Греции, а причем здесь мы, и как это связано с наукой и технологиями, наукой и технологиями. Ведь так называется наша сегодняшняя передача. Понимаете, любой человек должен научиться придумать какую-то идею, придумывать, да, сформулировать свой замысел, облечь его в словесную форму и донести внятно этот замысел до окружающих. Понятно. Понятно, логично, убедительно, выразительно. Смотрите, сколько качеств речи я называю. Не только правильно, потому что многие думают, ой, это правильность речи, да, это орфография пунктуации, которые в школе нас замучили. Да не только. Нас ведь очень часто не учат тому, как, скажем так, разобраться, что такое логистика мысли, как свою мысль максимально эффективно донести до слушателя. Здесь есть очень много мифов. Вот, например, мужчины слушают в эфире бренд-войс, да, телеканала «Страна-ФМ», романа, и думают, ну, понятно, все дело в том, что у него великолепный баритон. И, наверное, нужно поставить голос, и, наверное, нужно заниматься техникой речи, да, какие-то упражнения делать, там, б-б-б, м-м-м, там еще как-то скороговорки произносить. И тогда будет вот этот эффект, когда Роман заходит в комнату, произносит «Здравствуйте», и женщины просто падают. Сейчас они просто сидят, а то бы, конечно, не устояли. Но я хочу успокоить мужчин, которые начинают переживать из-за своего голоса и думают, что секрет романа только в тембре. Нет, друзья мои, чтобы добиться такого эффекта, нужно обладать очень высокой скоростью мышления, нужно очень быстро уметь подбирать ассоциации, нужно обладать очень богатым словарным запасом. То есть это целый комплекс определенных навыков. Как я все-таки порадовался, что у меня грим сейчас, и я не красительный. А вот этот вот тембр и вот это умение очень здорово владеть своим телом, жестикулировать, когда ты преподносишь какую-то информацию, какой-то текст, это уже заключительный этап. Да, на заключительном этапе нужно уметь преподнести то, что ты придумал, сформулировал, но ведь сначала эту идею нужно облечь в логическую форму. А кто вас этому учил? Вы логику речи в школе учили? Вот этот вопрос нужно себе задать. А кто-то рассказывал вам законы композиции? Просто многие думают, что вот достаточно русский язык в школе изучать, говорят, у меня пятерка за сочинение, и все. Так этого мало. Посмотрите, Пушкина, дворян вообще в гимназии учили до революции риторики. Им показывали, что нужно сделать на этапе формирования замысла, что нужно сделать на этапе работы с композицией. И каким образом уже донести это вот кратчайшим путем, донести эту мысль, такая логистика мысли. Но в нашей передаче мне было бы интересно осветить такой момент, а как современные технологии спустя 2,5 тысячи лет помогают нам научиться риторике и освоить вот эти вот приемы. Вот об этом, друзья, очень скоро мы и поговорим. Будьте в компании «Страна.ФМ». Роме нужно выдохнуть. Король-то наш. Нам всем нужно выдохнуть. Скоро вернемся, оставайтесь с нами. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Лидия Малыгина у нас сегодня в гостях, филолог и просто красавица. Спасибо. Итак, мы остановились на том, что сейчас есть определенные инновации, такая модернизация произошла. Технологии поменялись. Технологии поменялись. Да. Люди во все времена хотели говорить красиво, эффективно, убедительно. Да. Мастерство красноречия ценилось всегда и у политиков, и у военно-начальников. Нужно было увлечь людей словом. Но сейчас мы видим, что современные технологии нам позволяют сделать процесс обучения максимально эффективным. Вот такова гипотеза. Позволяют сделать максимально эффективным. А теперь давайте разберемся, так ли это. Где-то два года назад приблизительно я объявила в интернете эксперимент. Я сказала, что любого человека, вне зависимости от его образования, социального статуса, профессии, можно за сто дней научить стилистике, риторике и культуре речи. Сто дней. Научить его выступать публично, писать убедительно, грамотно и добиваться с помощью вот этих вот риторических приемов своих профессиональных и личных целей. Цели у людей были самые разные. У кого-то была цель найти работу и пройти собеседование при приеме на работу, грамотно составить резюме. Кому-то нужно было заявить себя в новом коллективе. Например, человек получил повышение, у него появились новые подчиненные. Возникла необходимость выступать с презентациями, проводить совещания. Да и вообще просто свой авторитет в глазах подчиненных каким-то образом повышать и укреплять. И здесь мы берем на вооружение уже первый принцип. Если вы хотите быть убедительными, поднимайте свой авторитет в глазах ваших слушателей. Вот это та самая, скажем так, апелляция к этосу, к нравам, к образу оратора, да, чем более авторитетен, говорящий в глазах аудитории. Неважно, что говорит, главное, кто. Если, да, если его авторитет высок, ему уже 50 процентов... Бонус. Да, бонус. Да, 50 процентов. Кому-то нужно было выйти замуж. И женщины не скрывали, они говорили, мое главное дело в жизни создать семью и родить детей. Я должна найти хорошего человека, подходящего для этого. Но я прихожу на свидание, и ничего не получается. То есть я либо молчу, или выгляжу как-то глуповато, либо он знакомит меня со своей семьей, и мама говорит что-то не то. Презентовать себя не может. Ну, я не могу. Достаточно откровенно женщины об этом говорили. Кто-то говорил, я не могу флиртовать. То есть цели были разные. С каждым слушателем я говорила лично по телефону. Поверьте мне, это было непросто. Но каждого я имела возможность с помощью телекоммуникационных технологий, значит, вот поприветствовать. Взять интервью. Да. И узнать, что человек хочет, чего он хочет добиться. И дальше я спросила, готовы к экспериментам? Но будет сложно. То есть это 100 дней занятий, но я не обещаю, что это будет легко. Потому что без труда нельзя вытащить рыбку из пруда, понимаете? И не нужно ждать 10 лайфхаков, которые за вас все сделают. Да, есть определенные приемы, которые позволяют усвоить информацию легче. Но будем все проверять на практике, сказала я. И каждый день слушатели слушали, значит, теорию, записанную в аудиоформате, в видеоформате. Они имели возможность сделать домашнее задание, и я его проверяла. Каждый день. Это тоже аудио-видео. Домашнее задание, нет, нужно было, честно говоря, и теорию изучать. И тесты выполнять, и писать, и отвечать на вопросы, и демонстрировать, что вот этот теоретический материал усвоен. Конечно, можно было записать собственное видео, также его прислать, или выступить, потому что у нас была технология видеосвязи. Удаленная школа ораторства. Да, удаленная школа ораторства. Онлайн. И были сначала скептики, которые говорили, ну как можно изучать риторику, выполняя письменные задания. Я хочу сразу тренироваться. Я говорила, друг мой, посмотри на школьника, который не подготовился к уроку, но вместо того, чтобы тихонечко сидеть и не выступать, он тянет руку и говорит, вызовите меня к доске. Дайте мне слово. Вот вы рискуете оказаться в этой ситуации. Если вы сразу начинаете практиковаться, не зная, что конкретно практиковать. Если я просто выхожу и начинаю танцевать на дискотеке, потому что мне хочется научиться танцевать, не знаю, чай-чай-чай, я уже научилась, самбу, допустим, самбу. Понимаете, это будет все что угодно, но не самба. И в лучшем случае люди будут, если они немножечко так уже что-нибудь приняли, да, ну, скажем так, улыбаться. Друзья, пока мы попрактикуемся за эфиром в самбе, вы посмотрите хороший клип, послушайте рекламу в эфире телерадио-канале Страна. Просто группа ВКонтакте Страна.ФМ, у нас уже есть пост, пишите. Дамы и господа, у нас по-прежнему Лидия Малыгина в гостях. И если хотите свою безграмотность ликвидировать за 100 дней, смотрите, слушайте Страну.ФМ. Итак, мы ждем каких-то рекомендаций и советов, как улучшить свои коммуникативные навыки. Конечно. И не важно, какая у вас специальность, профессия. И возраст. И возраст. Совершенно не важно. Вы должны, первое, понять, что, собственно, нужно улучшать. Во-первых, правильность речи. Это очень важно. Потому что каким бы харизматичным вы ни были, какой бы незамечательный у вас тембр, да, природа вам не дала, если вы говорите с ошибками или пишете с ошибками в смс, в эмейле, это производит ощущение, производит впечатление такое какое-то, знаете, вот... Сразу разочарование какое-то, да? Да. Ощущение разочарования. Немножко. В эмейле подвоха. Если пластический хирург пишет с ошибкой, возникает вопрос у дамочки, а стоит вообще к нему обращаться? Или он также изучал медицину, как орфографию пунктуации? То есть правильность – это первый момент. Там еще есть вещи, о которых не говорят в школе. Это стилистические ошибки. Вот на них нужно обратить особое внимание. Они выдают социальный статус, они выдают очень много информации о нас, которую мы, может быть, хотели бы скрыть. И уровень воспитания, образования, и дохода. Представляете? То есть такая слепая зона. Вот заговори со мной, чтобы я тебя увидел, говорил Сократ. Слепой Сократ. И ничего не изменилось. Технологии развиваются, а истина это... И Петр Первый просил, бояр там говорит, без бумажки, чтобы дурю видеть. Конечно, конечно. В чем преимущество, конечно, технологии? Что дает технология? Во-первых, можно заниматься сейчас, в любой точке земного шара, утром, днем, вечером. Ты не зависишь от преподавателя, ты не зависишь от группы. То есть у нас все стало таким виртуальным. У нас появились виртуальные деньги, у нас появились виртуальные отношения, у нас появилось и такое виртуальное образование. С одной стороны, удобно. Раз. С другой стороны, это рождает очень много иллюзий. Например, я провела эксперимент. Есть шлем виртуальной реальности. Я могу попросить свою команду сделать любую локацию. Если хотите, это будет стадион Олимпийский, это может быть студия страны ФМ. Человек надевает шлем виртуальной реальности и тренируется. То есть он может выступать. И потренироваться, вести программу, если это будущий радиоведущий, или выступить перед любой аудиторией. Можно конференц-зал. Олимпийский, например, на сцене Олимпийского стоит. Можно Олимпийский, а можно собственную переговорную, если это руководитель. И ожидания у моих слушателей были очень высокими. Им казалось, что достаточно практиковаться. Я сказала, хорошо. Но, правда, это были достаточно серьёзного уровня руководители. Они могли позволить себе вот такие дорогостоящие эксперименты. Хорошо, Олимпийский так Олимпийский. Или, допустим, конференц-зал вашего предприятия, скажем так. Или студия телевизионная. Хотите, выбирайте канал. Любой. Хорошо. И у человека потели ладони так, как будто он действительно выступал перед очень большой аудиторией. Виртуальная реальность стала настоящей. Хотя там были, в общем-то, аватары. То есть там сидели не настоящие ведущие, это были, в общем-то, аватары ведущих. Но при этом срабатывали определённые помехи. То есть, например, человек говорил, и вдруг раз отключился микрофон. Или раз в студии вдруг появился, я не знаю, робот или динозавр. Что-то неожиданно произошло. Или дрель начала работать за стенкой во время выступления. То есть что-то пошло не так. Можно было управлять реакцией аудитории. От великолепно, браво, овации, улыбки, смех. А можно было нажать на кнопку, и, собственно, я как преподаватель имела возможность это сделать, и показать полный провал. То есть, например, люди топают ногами или просто поднимаются и выходят. И, конечно, это стресс для человека. И он тренировался. Я спросила, а таким образом вы что-то новое для себя узнали? Да, вам было страшно. Но мы и так знали, что вам страшно. И вам страшно не потому, что у вас нет возможности выходить к этой аудитории, а потому что нужно сначала понять базовые принципы. Нужно понять, что тренировать. Вот мы говорили о самбе. Да мне тоже страшно танцевать самбу, когда много людей. Ну, не потому что я стеснительная и у меня какие-то комплексы, а потому что я не умею. Стоит мне понять, какой ритм у самбы, какой основной шаг, какие основные фигуры. Подготовиться, да? И тренировать пошагово. Сначала я тренирую только ритм самбы. И я понимаю, мелодия может быть разная. Но если определенные вот эти есть восемь счетов, и я ножками попадаю, да, я уже ритмично двигаюсь. И, значит, это уже будет похоже на самбу. Мне скажут, а, ты танцуешь самбу, да? Вот, если я понимаю, как руки двигаются в этом танце, я буду тренировать руки. А так непонятно, что тренировать. Ну, сделаю я вам локацию олимпийского. А что толку? Да, вы будете вот этот стресс вроде как испытывать. Получится, что это аттракцион. Теория и инструменты важные. Да. Дальше. Мы использовали еще один такой прием, да, еще одну технологию. Нейротренажер. Нейротренажер позволяет контролировать эмоции, которые испытывает ваш собеседник. Например, я убеждаю вас, использую определенные логические аргументы, психологические аргументы. Естественно, сначала я рассказываю слушателям, что это такое, в каких случаях мы их используем, в какой пропорции, какова композиция должна быть. Доброжелательно настроенная аудитория. Одна стратегия. Недоброжелательная аудитория. Другая. Смешанная аудитория. Третья стратегия. Сначала нужно дать эту теорию, а дальше я надеваю определенную гарнитуру на голову своему собеседнику, и на мониторе я вижу импульсы, которые поступают на датчики, потому что головной мозг посылает определенные сигналы, когда я вас убеждаю, и вы не можете контролировать эти сигналы. То есть вы на него одели вот эту штуку, он... Детектор лжи такой чуть-чуть, да? Допустим, вот представьте ситуацию, я модератор, вы ведущая, на вас надели эту гарнитуру, а ученик, ну, допустим, в нашем игровом эксперименте это будет роман, он пытается вас убедить. Понятно. И использует различные приемы, может быть, даже те же самые приемы, которые две с половиной тысячи лет использовали первые вообще, скажем так, учителя риторики, да? Вот, и он пытается понять, работает или нет. Вот такая технология появилась, вот такие нейротренажеры появились, и, естественно, мы сразу решили попробовать и понять, дает это какое-то приращение качества, смысла, делает ли это процесс обучения риторики более эффективным. К какому выводу я пришла? Первый момент. Конечно, аттракционы любят все. И когда, допустим, ученик вас убеждает, да, и вы ему говорите, всё замечательно, вы мне очень нравитесь, а картинка, которая выводится на монитор, демонстрирует, что вам скучно. Он вас не убедил, вам неинтересно, и мы видим такую поникшую физиономию такой лошадки розовой, вот, и вы не можете обмануть, да, то есть он понимает, что на самом деле он неубедителен, что вы подыгрываете ему, вы говорите ему комплименты, пытаетесь его поддержать, но, например, у него не получается. Но это всё не простоящее. Да, технология, в общем-то, как говорят сейчас, прикольная, модное слово, которое вытеснило огромный плац синонимов, да, не замечательная, чудесная, великолепная, а прикольная технология. Но возникает вопрос. Ты в жизни не будешь носить этот тренажёр с собой. Ну и не узнаешь. Может быть, он вообще просто-напросто сказал, я позвоню вам позже, и пропал с радаров, да, так надо увидеть, что человек не хочет, вы его не убедили, вы ему не нравитесь, а не выстраивать целый комплекс таких психзащит и говорить, да нет, я был прекрасен, я великолепно выступал. Не так великолепно, как тебе самому показалось. То есть, с одной стороны, да, технология, и нейрообразование будет развиваться, и будут сейчас очень учёные искать очень активно ответы на вопросы, да, насколько эффективно, неэффективно. Но возникает вопрос. Игрушка, может быть, это всё-таки игрушка? Может быть, главному-то надо учиться? Это правда. В общем-то, фундамент, он тот же остался. Всё достигается упражнениями, дорогие друзья, и достичь можно многого. Мы совсем скоро вернёмся, нужно выдохнуть и передохнуть. Оставайтесь с нами. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дорогие друзья, добрый день ещё раз. В студии Лиза Галенина, Роман Шахов. В гостях у нас сегодня кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка в факультете журналистики МГУ, научный руководитель системы дистанционного обучения «Ликбез.орг» Лидия Малыгина. Мы продолжаем обучаться мастерству красиво говорить, и не только много технологий и инноваций в этой сфере. Мы говорим про дистанционный курс, которым Лидия руководит. «Ликвидация безграмотности» — 100 уроков. «Ликвидация безграмотности». «Качество глава банка отправлен в отставку», содержится ошибка. И так писать в пресс-релизе нельзя, потому что нужных качеств не проявил глава банка, а в отставку отправили его. То есть в пассивной конструкции этого делать нельзя. Использовать депричастные обороты. И так далее. Таких ошибок много. Слава богу, их можно систематизировать. Один раз изучить, потренироваться, и этот хвост не будет тянуться за вами. Вы не будете во время публичного выступления комплексовать и думать, а не сказал ли я что-то смешное. Не с разницей. Выступление. Какие это блоки? Из чего этот конструктор состоит? Вот с этим нужно разобраться. И тогда из этого конструктора уже можно любой текст составить. И текст, который вам нужен для социальных сетей. Допустим, вы что-то хотите там представить. Вы себя как профессионала продвигаете. Или вы друзей ищете. Или еще что-то. Вы все равно создаете текст. Или вам нужно устно выступать, публично. Вот эти логические формы, композиционно-речевые, смысловые, они связаны с законами мышления. Мы думаем так. Мы не отдельными словами думаем. И их нужно узнать, посмотреть. Это так называемые топосы. Есть топос сравнения, топос определения. Вот не знаешь, что сказать. Например, дают тебе какую-то тему. Меланхолия. А что говорить? Так подумай, какое определение можно дать? С чем сравнить? Как разделить целое на части? Может быть, какие-то части, допустим, сначала описать? То есть там очень много вот этих вот топосов. И их изучали, поверьте мне, все. И великие наши писатели тоже. Другое дело, что потом Белинский говорил, ой, зачем риторика, все эти приемы. Но сам-то он использовал. В совершенстве владел всеми приемами и использовал. Вот вы тоже изучите, а потом говорите, ой, господи, это от Бога. За сто дней все это можно сделать, да? Ну, в принципе, это сделать можно. Но потом практиковаться. Нужно понимать, что это труд определенный, что чудес не бывает. Да, я могу что-то объяснить с помощью метафор определенных, да? Например, своему сыну. Он танцует вальс. Он маленький мальчик. И у него все время руки висят. И вот он не держит руки. И тренер все время говорит, вот, держи раму, держи раму. А ведь можно использовать метафору и объяснить то же самое так, что человек поймет. Я говорю, представь, что ты держишь два шара. У тебя надувные шары, которые у нас в фитнес-клубе лежат, такие, знаете, на них занимаются. Вот представь, что ты держишь эти шары. И этот образ помог ему держать эту раму. Потому что 10 раз можно было сказать, держи раму, держи раму. И все вот так вот было. Понимаете, можно, конечно, найти какие-то способы донести информацию. Но ваш труд никто не отменяет при этом. Не ждите, что за вас все сделает преподаватель. Это порочная практика. А сейчас она активно эксплуатируется. А кто не ждет, кто приходит. Что будет легко, мы за 10 дней похудеем, за 30 дней выйдем замуж. И за 100 дней научимся говорить. Научимся, но придется потрудиться. Следующий момент, над чем трудиться будем, работа с композицией. Опять же, нужно понять, как строить это выступление. Какова моя тактика и стратегия. Я уже говорила о том, что разные аудитории, и по-разному это нужно делать. Какие аргументы я выношу в начало. И почему я это делаю. А может быть, я использую стратегию маневра. Ну, например, руководитель у меня считает, что любое посредничество – это мошенничество. А мне нужно его переубедить. И я не могу сделать это в лоб. Я не могу просто говорить, Петр Васильевич, вы не правы. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Вот какую я должна использовать стратегию? Как я могу его переубедить? И понимаете, нам иногда определенные принципы позволяют потом в большом количестве ситуаций находить решение. Кстати, в этой ситуации я могу использовать стратегию маневра, и я могу использовать определение. Я сначала дам ложное определение посредничества и скажу, ну да, Петр Васильевич, посредничество – это, в общем-то, такая деятельность, когда человек, не вложив ничего, пытается заработать. Да, получается, он хочет получить нечто за наш счет. А дальше я говорю, не вложив ничего, а наше время, которое мы экономим, привлекая его, а энергия, ваша энергия, которую мы тоже экономим, привлекая его, это ничто? Так может быть, нет, и дальше я даю уже такое, в общем-то, правильное определение посредничества. Манипулируйте, в общем. Это не совсем манипуляция, потому что я честна. Отличие манипуляции от убеждения заключается в том, что я не преследую скрытую цель. Я не скрываю. Моя цель была его убедить. И другое дело, что я использую маневры просто потому, что в лоб иногда бывает невозможно чего-то добиться. Понятно. Но вы, хороший, задали вопрос, Лиза. Я вас благодарю за него. Как отличить речевое воздействие добросовестное от недобросовестного? Это еще один очень важный навык, который каждый человек должен сформировать у себя, потому что не каждый хочет выступать. Вот есть люди, которым не нужно, но каждый сталкивается с тем, что на него воздействуют, его убеждают, его пытаются склонить к принятию какого-то решения. Человек не может отказать, сказать нет, например. И человек не может понять. Это ложь, это обман, это манипуляция скрытая. Разобраться не может. Нужно разобраться, как научиться активно слушать и понимать. Практический совет, Лидия. Да. И как научиться отличать, допустим, уловки, те же самые уловки в споре. Это, конечно, большая тема. Я сейчас могу только какие-то штрихи дать, показать. Например, смотрите, вот образная речь, она нужна нам. Потому что она позволяет сделать нашу речь выразительной, продемонстрировать, продемонстрировать, что мы мыслим нештампованно, да, что у нас очень интересные ассоциации рождаются, да. Но в то же время вот такие яркие образы часто связаны с какой-то положительной или отрицательной оценкой. И они могут служить и средством манипулирования, и внушения. Вот, например, я пришла на конференцию, выступает доктор наук, профессор. Я первый раз вижу этого человека, я ничего о нем не знаю. Мое мнение еще не сформировано. И, казалось бы, я могу его сформировать, мне надо просто послушать. Я спрашиваю, ой, а кто это выступает? И мне говорят, это маленький мук нашей науки. Говорят о человеке очень невысокого роста. Вот посмотрите, это вроде шутка. Маленький мук нашей науки. Но в этой шутке есть оценка. Причем негативная и достаточно яркая. Так вот, вот такие ярлыки... Ну, может быть, он быстро бегает. Это тактика навешивания ярлыков. Вот такие ярлыки будут работать на внушение помимо нашей воли. И если мы знаем об этом, если мы видим прием, он для нас не является таким тайным, секретным. Он не будет работать в отношении нас. Мы сможем себя вовремя защитить. Или эвфемизмы. Это замены каких-то грубых слов, неприятных, более мягкими выражениями. Которые маскируют проблему. Ну, например, не штраф, а письма счастья. Не эвакуатор, а санитар дару. Не проститутка, а женщина с пониженной... С низкой социальной ответственностью. Вот, вот. Вы сразу поняли, о чем речь. Так вот, видите, я заменяю слова. То есть даже давая имя, наименование проблеме какой-то, да, ситуации, предмету, я уже могу скрыть какие-то характеристики негативные этого предмета. Углы загладить. Да, сгладить углы. И это я должна уметь делать сама, и я должна слышать это в речи другого человека, чтобы понять, не вводит ли он меня в заблуждение, когда он мне говорит, это замечательный дамский автомобиль, или это замечательный городской автомобиль. Я должна перевести этот текст и сказать, это очень маленький автомобиль, и твоя семья, Лидочка, туда не поместится. Дайте, пожалуйста, совет, что почитать нам, чтобы говорить красиво. Ну, кроме Чехова. Чехова знаем, классик, да. Что-то современное, может быть. Пособие нам нужно, наверное. Пособие. Пособие. Значит, во-первых, вам нужно читать словари, я об этом говорю постоянно, и не устаю. Открывайте для себя. С какого начать, Лидия? Во-первых, выяснить, что словарей много. Это словарь и синонимов, и антонимов, и метафор, и иностранных слов. Ударений. Только орфографический, вот многие знают орфографический, словарь ударений, иностранных слов. Орфоэпический. Орфоэпический – это уже продвинутый уровень, это уже профессионалы, которые работают с микрофоном. Знают, да, где посмотреть, как произносится творог, творог. Так можно, и так, кстати, можно. Или там, Сапкор сказал «Каракас», а диктор – «Каракас». Вот это была старая советская шутка, а сейчас вот мы открываем словарь Штудинера, очень хороший, и смотрим. Мне понравился словарь Льва Ивановича Скворцова, необычный словарь, понимаете, он позволяет расширить кругозор. Вообще, чтение словарей может быть очень увлекательным занятием. Антонимы тоже надо смотреть в словарях. Паронимы – это вот элитный, элитарный, этичный, этический. Туристический, туристический. Мы на сайте у вас посмотрим, словарей там есть список. Заходите, я специально выложила список литературы, и если на какие-то вопросы не ответила во время эфира группы «Ликвидация безграмотности» с Лидией Малыгиной ВКонтакте, пишите, я вам отвечу. Спасибо. Лидия Малыгина в гостях у «Страны ФМ», а мы будем растить над собой. Спасибо. Спасибо большое. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна ФМ».